Биткоин достиг отметки в 3300 долларов. Какими темпами развивается белорусский Форекс? И о гонении бинарных опционов в Израиле мы поговорим сегодня. Здравствуйте! Все этого ждали и вот оно свершилось. Биткоин достигнул отметки в 3300 долларов. Таким образом, всего за 10 дней эта криптовалюта выросла на 750 долларов. Тем временем биткоин кэш новая цифровая валюта, появившаяся в результате разделения сети биткоина на две цепи блоков, активно сдает позиции, теряя поддержку, которую она получала всего несколько дней назад. Сейчас курс этой валюты составляет всего 236 долларов, что является обвалом на впечатляющие 67 процентов от рекордного максимума в 726 долларов, зарегистрированного три дня назад. Можно выделить несколько причин такого скачка цен на биткоин, помимо очевидно слабейшей угрозы для него со стороны биткоин кэша. Одной из таких причин является рост шансов на скорую успешную имплементацию протокола SegWit, а также последние новости о том, что официальные финансовые учреждения все активнее принимают биткоин. Председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи в своем последнем интервью рассказал, что биржа помела функции Национального финансового центра, дополнительно является удостоверяющим центром по блокчейну. Также эксперт добавил, что за первое полугодие этого года на рынке Форекс в Беларуси совершено операции на 15,5 миллиардов долларов в эквиваленте. Это существенный объем, при том, что Форекс-брокеров на рынке работает всего лишь 8. Более того, Национальный Форекс-центр является и держателем гарантийного фонда. В рамках гарантийного фонда Форекс-центр будет выплачивать любому участнику рынка Форекс в Беларуси сумму в 500 долларов в эквиваленте в качестве компенсации. А в Израиле одобрен последний законопроект о запрете маркетинга бинарных опционов в стране, одобренная версия запрета потребует от местных поставщиков технологий в сфере торговли в БО либо полного изменения своей бизнес-модели, либо прекращения деятельности на территории страны. Согласно последним изменениям, определения управления международным брокером бинарных опционов, которые станут незаконными, расширяются и теперь охватывает ряд функций, которые поставщики технологий в настоящее время предлагают своим клиентам. Сюда входит управление компьютерными системами брокера, ценообразование, клиринг сделок с бинарными опционами, управление маркетинговыми или сервисными центрами как по телефону, так и онлайн, напрямую или через поставщика услуг. Важно отметить, что запрет на рекламу затронет только брокеров бинарных опционов и не коснется Форекс или CFD торговли. Если в финальный законопроект не будут внесены дополнительные изменения после его принятия провайдеры технологий, которые хотят остаться в Израиле, должны будут переключиться с технологий для БО на другую сферу. Выпуск подготовлен совместно с редакцией Форекс Магнет. До встречи завтра!